Отважный шаг навстречу опасности Отважный шаг навстречу опасности в вузах Минобороны не только учат военному делу, но и воспитывают будущих героев, которые в свои курсантские годы совершают настоящие поступки, достойные уважения. Точка это был обыкновенный зимний день. У курсанта военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза из Кати Машенко Анатолия Сибрякова выдалось очередное увольнение, и он, прогуливаясь по костроме, даже подумать не мог, стоя у пешеходного перехода, что его, как человека, решившего посвятить свою жизнь защите Родины, судьба проверит на прочность, достойный ли он стать офицером. Горел запрещающий красный сигнал светофора, рядом шла мама с сынишкой, который игрался и шалил. Невдалеке лежала бездомная собака, которая привлекала внимание сорванца, никак не реагировавшего на замечания родительницы. Доля секунды и мальчишка, оторвавшись от мамы, уже был у собачонки, которая, испугавшись, рванула через дорогу, а малыш за ней. Стой! Куда же ты? Разрезал тишину, традиционно царящую в выходной день на Костромских улицах, пронзительный женский крик. Ужас застыл в глазах женщины. Обернувшись, ахнули прохожие. Не хочется даже предполагать, чем могла бы завершиться эта прогулка, не окажись рядом курсанта Сибрикова. В двух-трех метрах от ребенка по проезжей части мчалась машина. Затормозить автолюбителю в таких непростых зимних погодных условиях и предотвратить трагедию было бы нереально мелькнуло в голове Анатолия, уже имевшего водительские права. Не раздумывая, он шагнул на проезжую часть за сорванцом и успел поймать его за капюшон. Мальчишку отбросил, а сам, поскользнувшись, растянулся на дороге. Визг тормозов. Водитель едва успел вывернуть руль. От колес автомобиля парня отделили каких-то полметра. «Тебя как зовут-то?» Спросил, отряхиваясь от снега и улыбаясь как ни в чем не бывало, как будто еще минуту назад и не было той смертельной опасности, курсант, подойдя к сорванцу. Максим, потупив взгляд, ответил мальчуган, которого обнимала заплаканная мать. «А меня Толик! Давай дружить!» Протянул он руку ребенку и, когда тот робко пожал ее в ответ, добавил уже с заметной строгостью в голосе. «Больше так не делаю это опасно для жизни!» «Автомобильная дорога не площадка для игр!» Точка о том, что рядом учится самоотверженный парень, совершивший настоящий поступок, достойный уважения, курсанты и преподаватели Академии РХБ защиты узнали не сразу. О произошедшем Анатолий Сибриков не рассказывал ни друзьям, ни командирам. Тайное стало явным лишь не так давно, когда на очередном утреннем построении курсантов на плацу перед строем парню вручили часы. Ценного подарка, как пояснил временно исполняющий обязанности начальника Академии генерал-майор Алексей Бакен, на снимке, поблагодаривший курсанта за службу крепким рукопожатием, Сибриков был удостоен за поступок, совершенный в том самом заснеженном декабре. Мама мальчишки, которого он спас от колес автомобиля, решила отблагодарить Анатолия и позвонила в вуз. Сам же курсант, когда мы попросили его рассказать о произошедшем, заметил, что не видит в своем поступке ничего геройского. Просто я оказался в нужный момент в нужном месте. Любой другой поступил бы так же. Тем более, что у меня самого две младшие сестренки на родине в Анапе. Одной из них, как и Максиму, семь лет. «Как я мог остаться в стороне просто стоять и смотреть?» Сказал он, отводя в спрону глаза и немного растеревшись от столь повышенного внимания к своей персоне. И если о случившемся он рассказывал весьма неохотно, то о своих курсантских буднях в буквальном смысле взахлеб. Все дело в том, что стать офицером Анатолий мечтал с детства. А Академию РХБ защиты из всех военных вузов страны выбрал потому, что в старших классах увлекся химией. Не хочется даже предполагать, чем могла бы завершиться прогулка матери и ребенка, не окажись рядом курсанта Сибрикова. В двух-трех метрах от малыша по проезжей части мчался автомобиль. Мы с другом постоянно проводили разные эксперименты. Иными словами, химичили, рассказывает Сибриков, сдавший ЕГЭ по этому профильному предмету на столь высокие 93 балла. Остальные оценки и физическая подготовка также были на достаточно хорошем уровне, что помогло ему без особых трудностей стать курсантом Академии РХБ защиты, где на доске почета в числе других отличников в учебе есть и его фотография. Курсант четвертого курса Анатолий Сибриков претендент на красный диплом. И несмотря на то, что до окончания вуза еще больше года, он уже сегодня занят разработкой своей будущей выпускной квалификационной работы, готовясь в 2020-м пополнить ряды войск особого назначения радиационной, биологической и химической защиты. И куда бы ни занесла при распределении его судьба, в командовании уверены он будет не только прекрасным специалистом, но и человеком, достойным офицерского звания, готовым пожертвовать самым дорогим во имя близких, во имя Родины. Как и сотни других курсантов Академии, утро которых неизменно начинается с этих, может, кому-то покажется, что высокопарных, но все-таки определенно точных слов, баннер с которыми сегодня украшает фасад вуза, где учат будущих защитников Отечества. Таких же, как Анатолий Сибриков. Фото из архива Академии Юлия Козак, Красная Звезда.